Колька проснулся и не мог понять, что же происходит. Над ним стоял Алхузур и еще какой-то мужчина с ружьем в руках. «Спыш, да!» — хрикнул мужчина. «С русским свыном спыш, да! А сам Чичен, да!» Алхузур тянул его за руку, в которой у него было ружье. Ружье это он наставлял на Кольку. В просунге Колька ничего не понял. Он попытался подняться, но мужчина больно пнул его ногой. Колька упал. «Лежать!» — крикнул мужчина. «Стрелять буду!» Колька лег глазами в землю и подумал, что его сейчас убьют. Мужчина гремел. «Мой земля! Он на мой земля приходит! Мой сад! Мой дом! А я стрелять зато! Я убиваю!» «Не убей!» — кричал Алхузур. «Он мне от бет спасал! Он мне брат называл!» Мужчина сначала посмотрел на Кольку, а потом на Алхузура. И по-русски добавил. «Его убить надо! Он будет русский бет приводить!» «Махавесо!» — крикнул Алхузур и заплакал. Так и было. Колька смотрел то на мужчину, то на ружье, а рядом плакал Алхузур. Сначала он без страха подумал, что его сейчас убьют. Но, наверное, больно только, когда наставляют ружье. А потом, когда выстрелят, будет уже не больно. А они с Сашкой снова встретятся. Там, где люди превращаются в облака. Они узнают друг друга. Они будут плыть над серебряными вершинами Кавказских гор с золотыми круглыми тучками. И Колька скажет, «Привет, Сашка! Тебе тут хорошо?» А Сашка ответит, «Ну, конечно, мне тут хорошо!» А я с Алхузуром подружился. Он теперь нам брат. А я думаю, что все люди-братья, скажет Сашка, и они поплывут далеко-далеко, туда, где горы сходят в море. И люди никогда не слышали о войне, где брат убивает брата. Очнулся Колька нескоро. Он не знал, сколько времени прошло с тех пор, как его убивали. Или его уже убили. Рядом по-прежнему сиял Хузур и плакал. Но горца нигде не было. И стояла в сумерках тишина.